МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об этом мы сегодня поговорим в нашей студии с нашими замечательными родителями, с нашей постоянной участницей Жанной. Здравствуйте. Здравствуйте. И с нашим папой Владом. Здравствуйте. Здравствуйте. И наши дети сегодня в студии у нас Жанночка и Егор. И начать предлагаю со справочной информации, что же такое бронхит. Бронхи – это одна из важнейших частей дыхательной системы человека. При вдохе воздух через гортань и трахею попадает в бронхи, которые и доставляют кислород к лёгким. При выдохе продукты газообмена, образовавшиеся в лёгких, прежде всего углекислый газ, выходят обратно через бронхи и трахею. Таким образом, нарушение проходимости бронхов может вызвать недостаточное снабжение кислородом организма. Бронхитом называется воспаление слизистой оболочки бронхов. Эта болезнь чаще поражает детей по причине их слабого иммунитета и недостаточно развитых органов дыхания. По статистике, на тысячу детей в год приходится до 200 заболеваний. Чаще всего болеют дети до 5 лет. И большинство заболеваний фиксируется в период вспышек различных острых респираторных заболеваний. Бронхит у ребёнка делится на несколько разновидностей по степени развития. На простой, катаральный и абструктивный бронхит. Это разновидность заболевания, при котором происходит сильное сужение просвета бронхов из-за скопившейся в них слизи или спазма бронхов. Детям, которые болеют бронхитом 3-4 месяца в году, ставят диагноз хронический бронхит. Владислава Витальевна, вот ответьте на такой вопрос. Почему у одних детей буквально из любой простуды сразу развивается бронхит, а у других нет? Чаще всего бронхит у детей бывает именно как осложнение ринитов, ларингитов, трахеитов, тех же самых танзелитов. То есть это вторичное заболевание. Чаще всего вызывает такой бронхит вирусные инфекции. Вирусы – это у нас риновирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы. То есть их очень много. И из бактериальных инфекций всем нам хорошо известно это пневмококия, гемофильная инфекция. Это 15%, даже бывает и больше по статистике, именно заболеваний детского сада. Кроме того, есть возрастные такие особенности детей. Какие периоды этого возраста дети чем чаще, какую инфекцию хватает у нас, чем чаще инфицируется. Например, дети первых нескольких месяцев жизни в основном инфекцию получают от мамы. Да, мы можем их заразить перстафилококком. Это руки медперсонала, например, если ребёнок находится в роддоме. Дети 3-6 лет жизни, то, что мы говорили, это гемофильная пневмококковая инфекция. И дети, которые посещают школу, подростки, у них чаще атипичные возбудители. Это хламидия пневмония, мекоплазма пневмония. Кроме того, что бронхиты бывают вирусные и бактериальные, то, что мы говорили, бактериальные бронхиты, конечно, протекают намного тяжелее, чем вирусные. Бронхиты ещё бывают в грибковой теологии. То есть грибы, кандиды вызывать могут бронхит. Это обычно бывает уже после назначения ребёнку каких-то длительных курсов антибиотиков. Скажите, по каким проявлениям можно определить, что у ребёнка бронхит? С этим вопросом мы обратимся к одному из наших педиатров, кандидату медицинских наук, доценту Института педиатрии Медицинского университета Светлане Ивановне Белоглазовой. Белоглазова Светлана Ивановна работает педиатром уже 25 лет. В 1992 году закончила педиатрический факультет Тихоокеанского государственного медицинского университета. За время работы многократно повышала квалификацию в Санкт-Петербургском государственно-медицинском университете имени академика Павлова и в Первом московском государственно-медицинском университете имени Сеченова. Сегодня Светлана Ивановна, кандидат медицинских наук, доцент Института педиатрии ТГМУ, с 2012 года ведёт приём в детской многопрофильной поликлинике «Профессионал». Светлана Ивановна, вот родители у нас спрашивают, по каким проявлениям можно определить, что это бронхит у ребёнка? О бронхите у ребёнка в первую очередь свидетельствует кашель. Кашель при бронхите имеет свои особенности. То есть в начале заболевания, как правило, кашель сухой и малопродуктивный. Это тот кашель, который не сопровождается отхождением мокроты. В процессе течения бронхита, со временем, в процессе лечения, как правило, кашель становится влажным или продуктивным. Так как бронхит – это заболевание средних и нижних дыхательных путей, температура, как правило, невысокая – 37,5-38 градусов. Следующий симптом, который мы видим достаточно часто, это симптомы интоксикации. Это головная боль, слабость, тошнота, вялость, иногда снижение аппетита, иногда родители замечают, что ребёнок как-то себя ведёт, меняется его поведение, он был активным, стал вдруг спать днём. То есть все эти симптомы мы называем симптомом интоксикации. Как правило, при бронхите они тоже незначительно выражены. Есть такой метод домашней диагностики. В ПД-3 это называется аускультация. Да, непосредственно. Когда мы прикладываем ухо к грудной клетке ребёнка. Да, и выслушиваем ухом хрипы в лёгких. При дыхании ребёнка. При дыхании ребёнка. Для этого ребёнка нужно попросить положать поглубже. Правда? Ну, можно. Светлана Ивановна, вот бывает, ребёнок засыпает и так начинает бухать, вот прям с хрипами, с такими. Ну, это может быть, конечно, и проявление бронхита. Если наш сухой кашель стал влажным, да, и мы правильно его лечим, если самочувствие ребёнка улучшилось, его двигательная активность улучшилась, он играет. Может быть, вы по рекомендации врача выполняете дополнительные уходовые процедуры, занимаетесь дыхательной гимнастикой с ребёнком. Обильно поете ребёнка. Да, вы поете ребёнка. Поэтому этот симптом говорит скорее о улучшении состояния, нежели чем об ухудшении состояния. Но бывает и вторая ситуация, когда либо погрешности в лечении, либо погрешности в диете, и может присоединиться аллергический компонент. Да? Может быть. Может быть, да, это отдельный такой разговор о аллергической бронхите. А может быть ещё такая процедура. Врач сказал, что ребёнку стало лучше. Послушал, всё хорошо, пришли на приём, и вы спрашиваете, а можно ли моего ребёнка помыть? Он говорит, да, можно, конечно, мыть. Ребёнка начинают мыть, кто-то душ принимает, кто-то в ванну. И вот тот кусочек слизи, который был засохший в бронхе у ребёнка, добавилась влажность с ванной, то есть он у нас разбухает. Да, вот была такая засохшая изюминка, а стал такой большой кусок слизи. И ребёнок после вашей ванны пытается её откашлить. И вы видите, что у ребёнка усилился кашель, его ещё больше стало. Вроде как хуже ему стало. Хуже ему стало не от того, что он неправильно там лечен, от того, что вы в этот момент сделали вот такую процедуру. По-моему, ребёнок даже не поддушен, а в ванне. Такой вариант возможен ещё. Светлана Ивановна, я слышала такое понятие – абструктивный бронхит. А чем он отличается от обычного бронхита? Это бронхит, который сопровождается дополнительной симптоматикой. При этом виде бронхита мы увидим такой симптом, как дыхательная недостаточность. Одышка, которая возникает у ребёнка в результате гипоксии или недостатка кислорода. Наблюдается ещё такой интересный симптом, который иногда называют оральной крепитацией или дистантные хрипы. Как это уже проявляется у ребёнка? То есть здесь не нужно прикладывать ухо к грудной клетке ребёнка. Эти хрипы слышны на расстоянии. То есть вы их слышите. Это проявление экспираторной одышки. Одышки на выдохе. Кроме этого, частое дыхание. Ну, пожалуй, всё. Но и более выраженные симптомы интоксикации. Нехватка кислорода. Нехватка кислорода. Как сказывается, очень сильно. Синюшность. Синюшное окрашивание носогубного треугольника. Так называемая параорбитальная область. То есть мы видим синяки под глазами, так называемые у ребёнка. Это в том числе и признаки дыхательной недостаточности, которые чаще всего наблюдаются при обструктивном бронхите. Как правило, обычный простой бронхит такими симптомами не сопровождается. Спасибо большое, Светлана Ивановна, что вы пришли и рассказали нам, как могут родители дома заподозрить, что у ребёнка или острый простой бронхит, или обструктивный бронхит. Огромное спасибо, Светлана Ивановна, за полезную информацию. Скажите, какие нужны дополнительные методы диагностики, чтобы оборужил бронхит? Невозможно определить по ребёнку, он кашляет от у него вирусной бронхиты или бактериальной. Для этого нам должен помочь клинический анализ крови. Дальше в отношении, конечно, такого ребёнка нужно обязательно показать врачу-педиатру. Он слушает ребёнка, слушает всё, что вы рассказываете, оценивает состояние здоровья ребёнка. И дальше он назначает вам, может назначить рентген. Рентген показывает, есть ли какие-то изменения у нас, там, в лёгких, да. Может быть, также по назначению врача, это мазок из зевая носа на микрофлору. Тоже возможно. И различные там исследования, если ребёнок часто болеет, длительно болеет, на хронические вирусные инфекции. Всё это реально на сегодняшний день. Владислава Витальевна, как лечить бронхит ребёнку? Вы получаете от вашего врача инструкцию, как лечиться в данном случае, какое лечение у вашего ребёнка будет. Значит, первое, что мы должны сделать, это режим обильного питья. То есть к тому обычному питью, что пьёт ваш ребёнок, добавляется ещё кому-то литр, кому-то полтора, в зависимости от возраста. Если ребёнок плохо пьёт, мало пьёт, ну, к тому же температура ещё, да, у нас густеет кровь. После этого у нас начинает загустевать мокрота, там, отделяемая из носа. Присоединяться на этом фоне может очень быстро бактериальная инфекция. Тогда вы сами своими руками создадите ребёнку тот самый вторичный бактериальный бронхит, который уже потребует антибиотиков. Что ещё должно быть? Влажный, прохладный климат, да, в помещении, где находится ребёнок. Идеальная температура – 18-22 градуса, и влажность должна быть хотя бы 50-70%. У нас не высыхают слизистые, и факторы иммунитета, которые находятся на них, активно борются с инфекцией. Кроме этого, что могут сделать родители? Есть такой особый массаж, он называется бронходренаж. Что это такое? Это когда мы ребёнка заставляем или помогаем ему висеть вниз головой. С вашей там коленки, с дивана. Для чего? У нас мокрота начинает стекать в верхние отделы. Когда мы ребёнка перевернули, и мы ещё можем сделать массаж. Можно стучать вот так. Можно, в принципе, кончиками пальцев, межрёберные промежутки. Что мы делаем? Мы отстукиваем эту вязкую мокроту. То есть мы ребёнка напоили. Мы его положили кверх ногами практически, да, чтобы стекала мокрота. И мы по нему постучали. И после этого нужно заставлять ребёнка кашлять. Для того, чтобы он эту мокроту откашивал. Потому что дети маленькие, они очень плохо откашивают мокроту. У них снижен кашливой рефлекс. Если у них будет откашливать мокрота, то бронхит может привести к вниманию. Скажите, какие методы домашнего лечения не стоит применять? Если вы что-то хотите ребёнку сделать дополнительно, обязательно спросите у вашего врача, можно ли это вашему ребёнку. Ну, при бронхитах обычно назначают ингаляции. Для домашнего использования небулайзеры. Вот именно ингаляции через небулайзер делать можно, да. Единственное, что при температуре выше 38 градусов ингаляции не делается. А вот паровые ингаляции, как было раньше такое, знаете, над картошкой дышали, там ромашка у кого-то был ингалятор. Совершенно не нужно, потому что как раз сработает эффект то, что мы говорили про ванну, да. Если какой-то кусочек мокроты у нас там засох, вот этими паровыми ингаляциями мы его размочим, и у нас ребёнок будет кашлять всю ночь. И ещё, мы сейчас ребёнку не ставим ни банки, ни горчичники. Мы не натираем его борсучим жиром, медвежьим жиром. Мы не поем этим жиром ребёнка. Скажите, а если бронхит бактериальный, что с использованием антибиотиков? В 100% случаев антибиотик должен подбирать врач. В разном возрасте у ребёнка разные возбудители преобладают. И для этих возбудителей есть определённые антибиотики. И те антибиотики, которые вам назначили в прошлый раз, не факт, что этот антибиотик поможет. Всё может закончиться тем, что вы пропьёте этот антибиотик, вам, вашему ребёнку, не станет лучше, всё закончится уколами. Антибиотик должен приниматься в тех возрастных дозировках, которые вам назначил врач. И самое главное, минимальный курс – это 7 дней. А если это стрептококковая или другая пневмококковая инфекция – 10-14 дней. Нет у нас курсов применения антибиотиков в 5 дней, 6 дней. Да, как правило, бывает полегчало и перестаёшь давать ребёнку. Это неправильно. Полегчало, вы перестали пить, через 6 дней у вас снова поднялась температура. Это вы немножко придушили тот самый микроб, а получается через 6 дней он снова в активной форме у вас, и снова требуется антибиотик. Но этот уже не поможет, нужно назначать более сильный антибиотик. И в конечном итоге можно прийти к тому, чтобы оказаться с ребёнком в больнице. А есть ли какие-то способы избежать этого заболевания, какие-то меры профилактики? Самое главное, помните, я говорю, для детей 3-6 лет и даже для детей школьного возраста очень актуальна у нас пневмококковая инфекция, гемофильная инфекция. Она вызывает именно бактериальный бронхит. И уже 4 года в национальный календарь прививок в обязательном порядке включена вакцинация от этих двух инфекций – от гемофильной и пневмококковой. Я сталкиваюсь с тем на своих приёмах, что у нас большинство детей в городе Владивостоке и в Приморском крае не имеют вакцинацию от этих инфекций. Владислава Витальевна, огромное спасибо. Спасибо большое, было очень познавательно и интересно. И вам спасибо, что вы постоянно приходите к нам на школу детского здоровья. Нам очень приятно. Специфических прививок против бронхита не существует. Но всегда можно сделать прививки от некоторых бактерий – пневмокококая, гемофильная инфекция. Они и вызывают бронхит у детей. И от вируса гриппа, который также может стать причиной болезни. С вами была программа «Школа детского здоровья». Не болейте! Редактор субтитров А.Семкин